Нару ТВ А Настя у нашего золотого микрофона Ура! Привет! Ну, слушай, в прошлый раз ты была на нашей, на главной радиосцене страны в прошлой жизни Сейчас ты птица Феникс, жизнь новая, жизнь красивая, жизнь самостоятельная Более волнительна или нет? Да мне никогда особо не было волнительно Просто сейчас более самостоятельна и все Все на мне Понимаю Но я где-то и счастлива Конечно, разумеется Большая ответственность, но зато теперь как у тебя бриллиантовый микрофон Ну да У меня бриллиантовая команда Вот мои все брюлики, видите, какие-то невероятные Ну обязательно ты их представишь С удовольствием Сначала я вот о чем хотел с тобой поговорить Мы с тобой недавно встречались в студии РУ-ТВ Друг другу плакали Я говорю, слушай, тебе нужно сейчас ехать на гастроли Ты говоришь, а что мне петь? Чистушки что ли? Песен-то нет И вы в кратчайшие сроки записали, выпустили дебютный альбом «Бомбанули» Все верно Стахановские темпы, за сколько вы его записали? Ну если считать от и до, то получается полгода Вот в январе вышел «Феникс» и до нынешнего момента полгодика прошло Это очень быстро Мы очень старались Не спали ночами Я терроризировала Лорена Стрессов, как этих, реабилитации после, помощь психолога Да нет, она только пригодится мне попозже, возможно Но в целом все хорошо прошло Когда мне нужны были две последних песни для альбома Я звонила Лорену и говорила Дима, альбом ужасен, мне нужны две песни, пожалуйста Реально? Ты говорила, а второй альбом ужасен? Ну мне не хватало, он должен был быть особенный, он такой классный И какие песни ты из него выжила, вот эти две последние? Это было две песни «Повело и Сори» Шикарно, классно, что мы сегодня их услышим Для начала, для того, чтобы, так сказать, глаз блестел, а голос лился, я предлагаю в бар По барам вот с этого супер-хита я предлагаю начать Ну что, поаплодируем нашу певицу Анастю, золотого микрофона, русское радио Как здесь романтично стало сразу Ты ночной кошмар, что растаял поутру Я по-прежнему красива, хоть казалось, что умру Между нами дым, слезы и горячий мост Пусть со мной так сложно было, но и ты, пацан, не проф Мне очень жалко твою новую девчонку Я не ревную, брат, я же отпустила Начнешь опять издалека и потихоньку Посмотришь, что не сдальше лайки закрутил И понеслась опять звонки утром минули Так было сотни раз, пока я не остыла Но ты не будь при последнем разговоре Я поумела или просто разупела А ты по барам я на мугаре Что уже ты, парень, снова вспоминаешь о том Как мы гуляли по тротуарам Мокрым и старым Будем подать всю мою секунду По парам я Моя кара, я Моя карма Ты надёшь, что ты мой деваж Ты подкатил, я нахопала Но это нот не я, а мираж Так, суё! Ты ночной кошмар, что летит на крыльях ночи Тебя нет ко мне, а меня к тебе не очень Ты мне приезжай, недолюбленный мальчик Перестань меня ждать Спадок на своей даче Я не свечу уже давно в геалоказы И не хожу, представ, которых мы тусили Чтоб ты не смог совсем никак ко мне добраться Все наши фото не в архиве, а в корзине А ты По парам Прямо мукаешь Что уже ты парень Снова вспоминаешь о том Как мы гуляли По тротуарам Мокрым и старым Будем подать всю мою секунду По парам Я Твоя кара Я Твоя кара Я Я Твоя кара Подхажил Я на запала Но Это Вновь не я А Мираж Ух! 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 А Настя и я, мы до нас плющат, а все остальные пока стесняются. Они пока стесняются, но все будет хорошо. Я вас растанцую, я обещаю. Разумеется, слушай. Это моя работа. Мы так тебя ждали, мы так тебя звали. Какое счастье, что ты нашла возможность нас посетить. Я очень счастлива. Радиопрезентация альбома. Вообще, альбом, я его когда слушал, думал, вот это да, за такой короткий период столько хитов выдать, выжать. Это песни были специально написаны в это время или с антресоли, с дальней полки, из сейфа, у другого артиста, у всех собирали по нитке? Единственная песня, которая была написана почти год назад, 24 июня в прошлом году, Дима Лорен подарил мне песню «Анечка» на день рождения. Это был его, мне кажется, самый грандиозный подарок, который я запомню на всю жизнь, потому что он теперь может звучать в сердцах других людей, может быть, кого-нибудь лечить, поддерживать и, конечно же, лечить меня, потому что это моя такая пилюлечка радости и поддержки. Каждый раз, когда я ее слушаю, мне хочется и поплакать, и поддержать себя, и я чувствую, что я записала ее не зря. Да, если то, что доктор прописал, точно. И самое приятное, что эту пилюлю Аня вам выдаст. Мы сегодня обязательно эту песню послушаем и споем. Сегодня она будет. А остальные песни, они вот так вот и готовились. То есть, Дима! Слушай, ты столько про него говоришь, я понимаю, что вы какие-то кармические близнецы, так, наверное, возможно, родственные дуги. Я просто обожаю этого человека, мы можем сидеть часами, болтать часами, обсуждать все на свете. Он даже остается у нас иногда ночевать в гостях, мы до утра разговариваем. Говорю, не уезжай, утром еще поболтаем. Слушай, я думаю, что он эксклюзивно пишет только для тебя теперь. На данный момент, да. Ну, это по контракту или по велению сердца? Это по любви. По любви. У нас все по любви. Вот у ребят, спросите, у нас же по любви все, скажите. Это был абьюз. Да, да, я понимаю, под дулом было. Слушай, скажи мне, пожалуйста, ну а ты с другими авторами работаешь или у вас нет? У вас как бы рука рука моет, ты только с ним, а он только с тобой. Нет, на самом деле в основном мы работаем друг с другом, но когда у Димы не хватает времени, вот так, не вдохновения, вдохновения, по моим просьбам, у него всегда хватает, у него поток открывается. Собственно, так многие песни были написаны в альбом, но есть несколько песен авторства моего еще с ребятами, с которыми я сотрудничала. Мы обязательно это послушаем и обсудим. Ты там за слова отвечаешь, за запятые, за междометия, за что? Я немного переделывала и добавляла в мелодии там фишечки. Все, а фишечки отследим, пока время петь, вторая песня как будет называться? Вторая песня называется «И меня повело». О, боже! Сейчас всех поведет. Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку. И в этом, конечно, конкретно его заслуга. Ведь все разговоры о нем, мы так все по кругу. Я теперь засыпаю дольше, не смотрю на других парней больше. Но залью столью с этим дредом, чтобы дать тебе знать об этом. Я так сильно по тебе скучаю, против где-то сегодня досить. Я с девчонками за чашкой чая, как в сериале «Sex in the City». Мы поехали приезжать. Все в кофе и укафе, даже выпить не успела. А как будто бы в шапе говорила «Не влюблюсь, больше всем назло». Но ты только появился и меня повело, и меня повело. О-о-о-о-о, все поехало в попу. О-о-о-о, и меня повело. О-о-о, все поехало в попу. О-о-о-о-о. Я опять улыбаюсь в экран своей мобилы. Боялась, больше не влюблюсь, но снова полюбила. Я с тобой абсолютно тотально на всех забила. Для тебя у меня как будто одни. Не из слов, но я обмучаюсь. Разговоры с тобой в ночах. Но залью столи с этим треком, чтобы дать без нас об этом. Настоение бешено скачет. Просишь, где ты сегодня досить? Я опять усмеюсь, не плачу. Но в кафе рядом с мостом «Сити». Мы поехали писать. Все в такси и у кафе. Даже выпить не успела. А как будто под шофе. Говорила, не влюблюсь. Хочу всем назло. Но ты только появился. И меня повело. И меня повело. Субтитры создавал DimaTorzok Мы песню «Повело» сейчас послушали. И те, кто слушал ее внимательно, услышали там триггерную строчку. Вот это «Sex in the city». Слушай, чего так повело Ирину Дубцову после презентации этого альбома? Скажи мне, пожалуйста. Слушай, я не знаю. Мне кажется, что если ты используешь название известного бабского, грубо говоря, такого очень женского сериала, то нужно, наверное, сначала спросить в сериале, почему это происходит. Почему кто-то может вообще говорить это название. Неужто нельзя тогда использовать в песнях? И если честно, вот не в обиду Ире, я очень уважительно отношусь к ее творчеству, но я не слышала у нее таких песен. Вот, поэтому, ну как бы, так случилось. Я специально почитал, ну как бы, как сказать, размышления сети на это еще. Все пишут, что, видимо, почувствовала серьезную конкуренцию, раз так бы не обратила внимания. Ну мы только недавно говорили, что вот Лорен так пишет, и вот пишет только Дубцова. А вы обсуждали с Димой этот момент, что вот, понимаешь, Ир-то вдруг решила обвинить в чем? Ну обсуждали, но это останется между нами. Похихикали по этому поводу? Ну как похихикали? Не скажу, что похихикали, это было довольно странно, потому что она суперкрутой автор, и я не думаю, что, ну типа это либо плюс, либо минус в чем-то. Это вообще, ну типа такая бесполезная штука, разговаривать о том, как кто написал какую песню. Да, если использовали какое-то слово, давайте не использовать слово «в» или «на», или там слово «делать» или «люблю». Но вы впрямую просто это с ней не обсуждали, если не встречались за кулисом? Я думаю, что впрямую мне мало кто что может сказать. Ага. Я тебе могу сказать, например, пой следующую песню, а мы будем очень-очень рады. Как она называется? Я спою ее с удовольствием. Она называется «Затмила». Ты рожден, чтобы влюблять красивых девочек. Твоя тьма свела с ума всех бывших моих подруг. Твоя миссия ломать, ведь строить незачем, превращая ангелов в раненых холодных. Скажешь, что я словно сияю, 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 но это лишь хайлайтер, а не я, не я, не я. Ты болеешь вновь, но снова теряешь, теряешь, хоть так и не обрел меня. А я опять отмила всех бывших и настоящих. Для тебя я круче тех, кому круто творящих. Я опять отмила всех, ты горюешь, я праздник. Ты стоишь, я на красный, мы все видим парад. Я опять отмила. Твоя очередь в конце, а я начну сначала. Ты же будешь ждать, как ждали те, кто тебя любил. Вновь меняешься в лице, тебя так помотал, как тех милых девочек, кого ты не пощадил. Ты скажешь, я сегодня сияю, 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 но это мой хайлайтер, а не я, не я, не я. Тебя здесь хочет каждая вторая, 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 вторая. А я слова первая. А я опять отмила всех бывших и настоящих. Для тебя я круче тех, кому круто творящих. Я опять отмила всех, ты горюешь, я праздник. Ты стоишь, я на красный, мы все видим парад. Я опять отмила всех. Я опять отмила всех. Я опять отмила. Да, многообещающе заканчивается эта песня. Я отомщу за каждую из них. И перезарядила. Хорошо, Анасе сегодня у золотого микрофона. Говорим о новом потрясающем альбоме. Ну, ты вообще рассчитывала, что все твои будут верхние строчки? Везде, куда ни ткни, не попадешь в хит с твоей пластинки. Это совершенно невероятная история, потому что я изначально не рассчитывала, что даже песня «Феникс», которая была такой просто въездом в творческую историю, в мою сольную, и ответочкой на все разные слухи, разговоры. Если вы знаете, а вы знаете, что я не давала никаких интервью, я решила ответить музыкой на все, что спрашивают и СМИ, и, не знаю, друзья, знакомые, посторонние. Я просто отвечаю тем, что чтобы воскреснуть, нужно испепелить. Эги-гей. Вот, например, как-то так. И «Феникс» забрался на первую строчку, я говорила на следующий день, если будем на пятом, я буду самой счастливой на свете. И я поняла, что мы можем быть на первой строчке, даже с лирической композицией, которая, в принципе, для девушек, это не совсем стандартная история с лирикой, зайти на первые строчки вообще в какие-то чарты. Собственно, я удивилась один раз. Потом вышла «Хобби» песня, которая тоже заняла первое место и устаканилась там. Потом, значит, я выпускаю песню «По барам». Потом я устала удивляться. И я пыталась сдвинуть себя же с первой строчки, себя с Филиппом. И я такая, ну как-то я уже подвину. Но у меня получилось. И сейчас, когда пять первых строчек, и через одну седьмая тоже моя песня, я такая, боже, боже, я тоже тебя люблю, вселенная, спасибо. Я почему говорю, что всё по любви, потому что сейчас я немножечко пересмотрела вообще своё видение мира и поняла, что у меня всё так почистилось, по-другому образовалось в жизни. И сейчас я провожу время и работаю только с теми людьми, которых я реально просто обожаю. Благодарю за каждого, боженьку, каждый день, каждый день просто я просыпаюсь и говорю, боже, спасибо. Спасибо, что всё так классно у меня. Спасибо, что вокруг меня такие невероятные люди. И спасибо, что у меня такая команда. Скажи, она сама отвалилась или вот ты увольняла, делала чистки в рядах, так сказать? А мне некого было увольнять. То есть они сами все отпали, ты была одна. Я же голенькая пришла. С чем пришла, с тем и ушла. Ну да, и вот потом всё так образовалось. Все ко мне как-то подтянулись волшебными какими-то случаями. Слушай, а вот наученная горьким опытом про голенькую сейчас, вот эти песни новые, права у тебя уже? Они мои. То есть, что бы ни случилось, голенькая уже не останешься. Ну да. Очень мудро, очень хорошо. Какая следующая песня? Следующая песня «Химия». Поехали. Ещё не поздно, предопутанные линии, между нами химия. Стреляй в равном сердце, мальчик мой, урани мою. Ты, я, ты, я. Дай мне руку, дай, давай полетай. По дуной оставим чувства наши тайны. Танцуй со мной темнотий. По хору, солнце, юсты, у моей головы. Танцуй со мной темнотий. Моя звезда свечи ночи, не даром дадай. Темнотий. Как лёд и пламя, игра без правил. Вину от твоих губ ненормальная. Начнём сначала к чёрным преградам. Но если это сон, не будь и меня. Дай мне руку, дай, давай полетай. По дуной оставим чувства наши тайны. Танцуй со мной темнотий. По хору, солнце, юсты, у моей головы. Танцуй со мной темнотий. Моя звезда свечи ночи, не даром дадай. Темнотий. Не даром догореть, не даром догореть. А теперь я с удовольствием представляю вам своих музыкантов. Даня, гитара, Лёня, барабаны, Саша, клавиши и мой любимый Андрюша, бас-гитара. Давайте, давайте, ещё. Между нами химия. Слушай, скажи, пожалуйста, а почему Андрюша самый любимый? Потому что вообще самые любимые. Просто Андрюша всегда делает такую штуку. У тебя же Стас самый любимый. У тебя же Стас самый любимый. Да вот, посмотрите, ну как их можно не любить? Они у меня все самые любимые. Андрюш, какую штуку делает Андрюша? Андрюша, он такой, ну покажи. Андрюша. Ну пожалуйста, фирменный. Ну давай, он очень классно делает. Давайте кто-то его подыграет. О боже. Сеанс экзорцизма. Класс, Андрюша, вы лучший. Вся классная команда, безусловно. Сегодня же праздник большой, Анют. Мы с тобой встретились в большой праздник. Сегодня же 8 июля. Это значит, что сегодня что? День любви, семьи и верности. Да, я хотел поговорить про твою любовь, семью и верность. Ну, то, что вы дико влюбленные и очень гармоничные, это я подтверждаю лично, наблюдаю за вами. И вы такие, ну вот прямо это, влюбленные хомячки, так и должно быть. Мяшечки, хочешь сказать? Да, да, да. Скажи, как у вас в семье распределяются обязанности? Вот что ты категорически делать отказываешься и переваливаешь на Стас? Ух ты, да я не знаю, мне кажется, все как-то ровненько. Ух ты, да все. Я пою, я звезда. Просто я ничего особо не отказываюсь. Мои женские дела я делаю. Пакеты он мне носить не разрешает. Тяжести тоже. Ну, все как должно быть у нормальной девушки, у которой есть настоящий мужчина. Если вдруг у него не хватает рук, вон у меня, видишь, сколько мужчин вокруг. Это все вот день семьи, любви и верности. Это про нас, потому что у нас не семья, и любовь, и верность. Все я, миньоны, сейчас буду писать, что Анастя и ее миньоны. А я знаешь, пока мы с тобой не ушли далеко от химии, я посмотрел, что в авторах как раз редкий случай, когда не Дима, а там Игорь, Константин, Наталья и Анна Дюба. Да, да, да. Что ты в песне химия добавила сама? Господи, я не вспомню строчки, которые я меняла, потому что это очень сложно. Я-то меняла строчки, да, добавляла кое-чего, но я не помню, какую я поменяла. То есть поставила тире и все, автор? Нет, 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 я там меняла разные строчки, меняла какие-то фишечки, мелодию там и так далее. Вот, ну а снова, конечно же, мне сделали ребята, которые указаны в авторстве. Шикарно, это, кстати, не единственная песня, в которой меняла строчки, Анна. Мы еще сегодня послушаем. На самом деле, чтобы указать авторство твое в песне, ты должен поменять, по-моему, не менее 40% песни, поэтому не думайте, что все так просто. Я говорю, не думайте, что ты просто тире поставила, нет. Нельзя поставить точечку в конце текста. 40% строчек двигала туда-сюда, все. Какая, следующая песня еще раз? Следующая песня «Целуешь другую». Слушаем и целуем, поехали. Пьяные ночи Продолжение следует... Я вновь одна встречаю рассвет Я вновь одна встречаю рассвет Сквозь теплые слезы Вижу ваши совместные фото Словно в гипнозе Боль в груди на предел Кроет серьезно О стену бьются Осколки айфона Как же под кор Ты проникнуть сумел На кусочки письма все твои Профи-блэк-весте Почему же так сложно отпустить? Я и сама не знаю, зачем Продолжать грустить Мучить ночами плейлисты Только себе право всем винить Если ты Опять целуешь другою Другою В твоей памяти меня больше нет Опять целуешь другою Другою Я вновь одна встречаю рассвет На-а-а-а-а А-а-а-а-а На-а-а-а-а-а Солуешь дракую, дракую, селуешь дракую, дракую, селуешь дракую. Солуешь дракую, селуешь дракую, селуешь дракую. Давайте, давайте, конечно. Так, хочется спросить, значит, с Филиппом Киркоровым ты спела шикарную песню. Он тебя или ты его позвал? Я забыл, ты говорила об этом. Мы с ним ужинали у него в гостях, разговаривали. Я предложила, сказала, давайте споем что-нибудь вместе. Мне кажется, вот мы так поговорили, классно. Он говорит, а песня-то есть? Я говорю, еще и Лорану наберу. Он напишет. Собственно, эта песня-хобби, она писалась исключительно под нас с Филиппом. Это не просто песня, которая лежала где-то. Это после нашего разговора, где я сказала Диме. Он говорит, я же не знаю Филиппа, что я про него напишу. Я говорю, слушай, напиши о том, как мы классно поговорили. Нет, нет, как мы классно поговорили, как иногда не хватает тебе близкого человека, как старшего друга, да, который тебя приобнимет, и его мнение будет для тебя важным, потому что он все это прошел. Когда, знаешь, со своей колокольней что-то советуют, рассказывают, это всегда не совсем то, что необходимо. И я хотела, чтобы эта песня была вот такой вот, песней-поддержкой, песней-объятиями какими-то, близкого друга, человека, любой девчонке или парню, которому бывает плохо. Хотя сказать другое слово, но, слава богу, не сказала. После Филиппа есть желающие дуэты предлагают тебе? Потому что, ну, понятно, что ты сейчас, ну, number one. Это так и есть. Говорят, кто, кто, кто набивается? Это большой-больший секрет, это внутри системы. Набился или нет? А скажу так, что в будущем два дуэта у меня планируются, а какие пока не скажу, потому что классно же, когда это будет супер-сюрприз нереальный. Ну хотя бы... Вы ожидали, что я с Киркоровым спою? Нет. Ну, были в шоке? Ну, я с Киркоровым каждый раз пою, его песни играют, я подпеваю, вывожу микрофон, и дуэтом пою, и перепеваю иногда даже, даже лучше пою. Ну, вот от меня не ожидали, вот хочется делать то, что от тебя не ожидают, тогда ты будешь удивлять людей. Ну, я знаю, что это тоже два мальчика будет, да? Вряд ли ты с девочкой будешь петь. Я подумаю. Ну, не идут тебе девочки, тебе идут мальчики в дуэт. Я еще не пробовала. Интерес, это разойдется на цитаты. Хороший эфир. Кстати, это от Филиппа у тебя, вот эта вот царица к тебе прилипла? Нет, у меня муж так дома все время называет. Царица, да? Он все время шури. Вот царица сейчас скажет, да делает она там картошку жареную, не знаю, больше доварит царица и скажет, что делать дальше. Вот так он всегда шутит. Поэтому это и прилипло так. Цари, царица. Следующая песня какая? Следующая песня. Сейчас подголену немножечко, подсмотрю. Сори. О, вот она. Теперь точно все должно танцевать, пожалуйста. Так, складываем телефоны. По доброй традиции сумочки в центр. Помнишь, как раньше на дискотеках было? Сумки в центр и вперед танцевать. Поехали, Сори. 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 Я в четырём стена. Мне уже некуда деться. Просто капец люблена. Но снова не вижу деть. Явно зашла с ума. Раздробки беру с незнакомых. Но там чужой голос снова. Д is an old boy Last year with a moon. Сори. 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 И. Сори. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Для之b biomass ДimaTorzok 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 Д conna bitter Как бы прижала к груди Моя наивная, смешная Бог тебя защищает Но как же ты сияешь, смотри Это так больно и честно Но я спою эту песню О ней, о том, что стало сильней О ней, что до сих пор так верит в людей Хоть в этом сердце столько потерь О ней, о ней, о ней, о ней О той, что стало мудрее, о ней О той, кому делали все больней Кто сохранил свет в мире теней О ней, о ней, о ней, о ней Десятый год, чужая Москва Дома ждет бабушка, мама, сестра Холодный город, она в нем одна На пути их мечте Несправедливо дану эта жизнь Все так же верит в спину нашей Ничто не чувствует, то лишь мир и жиль Ничто не любит, то снова идти Такая милая, малая Если б сейчас могла я То крепко мы прижала к себе Моя наивная, смешная Ты справишься, я знаю Тебе же помогают с небес Это так больно и честно Но я спою эту песню О ней, а дождь устала сильней О ней, что до сих пор так перед людей Хоть в этом сердце столько потерь О ней, о ней, о ней О ней А дождь устала мудрее О ней О той, кому делали все полней Но за гранью свет в мире теней О ней, о ней, о ней Анечка, Анечка, Анечка Я сберегла твой свет Сколько еще ждет боль от тебя И сколько тебя ждет Не могу Все-таки бомбанула Это было фантастические аплодисменты Вот почему здесь-то Ты не допела кусок песни? Не смогла Не смогла, ну шикарно Можно я в микрофончик скажу, что это? Конечно, нужно Посмотрите, пожалуйста, продемонстрируйте, друзья Это птица Феникс Я хочу, чтобы моя сегодняшняя гостья вот так же высоко, красиво и ярко летала нам всем на радость Аплодисменты для потрясающей певицы Аплодисменты для Анны Асти Лети, дорогая, высоко Ничего не бойся Мы из-за тебя Мы с тобой Это было фантастически Спасибо большое Благодарю всех за сегодняшнее внимание Я желаю вам никогда Никогда не отчаиваться Не сдаваться Всегда идти только вперед И даже когда кажется, что все совсем плохо Совсем потеряно Хотя бы включайте мои песни И знайте, что я всегда рядом с вами Шлю свою любовь, свое тепло И лучки света Вот в этот маленький кусочек тьмы в вашей жизни Который 100% пройдет Все будет хорошо Я вас люблю Ура! По-другому быть не может Все будет хорошо Золотой микрофон здесь на Русском радио Анна Аси Фантастическая команда Ребята, все, кто помогал нам сделать этот концерт Спасибо вам Низкий поклон Смотри прямую трансляцию живых концертов Из большой студии Русского радио Живой звук Никакой фонограммы И любимые исполнители В проекте Золотой микрофон Золотой микрофон На Русском радио На Русском радио Мне кажется, этот парень меня перепоет когда-нибудь Который у нас тут поет Да, подсиживаем Золотой, золотой, золотой микрофон